Капуста это полезный для сердца продукт, который пользуется популярностью у людей. Если вы готовите капусту для себя, а ваш питомец приходит на кухню и просит кусочек, возникает вопрос, а можно ли ему дать немножко? Как, например, мой Мишель, который обожает капусту и всегда приходит ко мне на кухню, когда я готовлю салат. Поговорим сегодня о том, можно ли давать собакам капусту и чем она полезна и вредна для собачьего организма. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Амельяненко, я занимаюсь лабрадорами с 2002 года. Питомник лабрадора from Labraland, город Одесса. Итак, поехали! Обычная наша заурядная капуста относится к тому же семейству, что и цветная капуста и брокколи. Поэтому кормить собаку капустой безопасно, но только в умеренных количествах. Если вы решите включить капусту в рацион вашей собаки, это может даже принести пользу для ее здоровья. А все потому, что капуста это низкокалорийная пища с высоким содержанием клетчатки, которая богата витаминами С и К, магнием и бета-каротином. Антиоксидант витамин С помогает уменьшить воспаление, защищает клетки от свободных радикалов и может даже уменьшить некоторые когнитивные последствия старения. Клетчатка в капусте поддерживает пищеварение собаки и предотвращает или уменьшает запоры и диарею. Магний помогает телу собаки поддерживать функцию мышц и нервов, а также иммунную систему. Бета-каротин улучшает здоровье глаз и может помочь снизить риск развития рака. Витамин К способствует свертыванию крови, если у вашей собаки порез или травма. Капуста также содержит витамин В6, который поддерживает здоровые эритроциты и гормоны, а также развитие белковых структур, включая когти и шерсть. Он также помогает мозгу собаки и другим органам функционировать должным образом. Итак, капуста безопасна для собак, но ее следует давать в умеренных количествах. Капуста способствует газообразованию и это может создавать дискомфорт, особенно для некоторых собак, которые склонны к вздутию живота. В этом случае проконсультируйтесь с ветеринаром, прежде чем давать собаке этот продукт. Можно предложить своему питомцу другие безопасные для собак овощи, которые производят меньше газа. Краснокочанная и пекинская капуста в небольших количествах также безопасны для собак, у которых нет проблем со вздутием живота и повышенным газообразованием. Собакам можно давать только чистую капусту, не приправленную никакими маслами, специями, без соли и перца. Все это вредно для ваших собак. Сливочное масло и другие жирные продукты могут привести к панкреатиту, а такие специи, как лук и чеснок, токсичны для собак. Если вы хотите время от времени давать собаке капусту, нарежьте ее на мелкие кусочки. Если у вас питомец маленькие породы, а крупному можно дать лист целиком, пусть грызет себе на здоровье. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки,